Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних семи дней. Владимир Ружицкий встретился с заслуженными строителями Люберец. Работа кипит! В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». Экзотика рядом. В Октябрьском разводят страусов и павлинов. Оскверненный сквер. Кто и зачем захватил место отдыха на северной стороне города? Железный конь всегда с тобой. В Люберцах открылся первый официальный велопрокат. Увидеть и даже потрогать психологию наша съемочная группа побывала на необычной экскурсии. Бусть в окрасок и пьянящий аромат. Выставка флоксов открылась в Люберецком краеведческом музее. На минувшей неделе Владимир Ружицкий встретился с заслуженными строителями Люберец. Мероприятие состоялось в администрации. Анна Троян знает подробности. Они создают, проектируют, вымеряют до самых мелочей каждый сантиметр для фундамента. Несущих конструкции здания. Ведь от их работы зависит жизнь человека. Ответственность на плечах строителей велика. Здесь говорят профессии от Бога, да, учить, лечить и судить. И почему-то профессию строителя забыли, потому что профессия строитель – это созидатель. И все, что есть на земле, я думаю, даже начиная с пещеры, потому что пещеру тоже надо было построить. И заканчивая сегодня самыми современными небоскребами, строениями, зданиями. Все, что на земле сегодня каким-то образом функционирует. По словам Владимира Ружицкого, власти округа в полной мере осознаю, с какими проблемами сталкиваются градостроители. Какие вопросы требуют оперативного вмешательства в сферу строительства. У нас жилье сопровождается только все, что связано с травмативами. Если есть квадратный метр жилья, на эти квадратные метры должны быть садики, должны быть школы, должны быть больницы, должны быть поликлиники. Вся необходимая инфраструктура. Глава муниципалитета лично поздравил заслуженных строителей городского округа Люберцы. Почетные грамоты, знаки отличия и торжественные букеты. Владимир Ружицкий вручил не только мужчинам-строителям, но и прекрасному полу, который выбрал столь ответственную работу. Анна Троян, Екатерина Скрижалина и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Прошло заседание общественной палаты городского округа Люберцы. В ходе встречи утвердили точный перечень комиссий и назначили их председателей. Также обсудили планы работ на ближайший период. Из 45 участников общественной палаты городского округа Люберцы на втором заседании присутствовали 33 члена. Заседатели утвердили списочный состав комиссии, также председатели и заместители комиссии палаты. Члены общественной палаты должны утвердить регламент общественной палаты городского округа Люберцы. Регламентом общественной палаты в соответствии с действием законодательством устанавливается порядок участия членов общественной палаты в ее деятельности, сроки и порядок деятельности председателя общественной палаты, ответственного секретаря, заместителя общественной палаты. Новшеством стал тот факт, что граждане, не вошедшие в комиссию палаты, теперь смогут участвовать в общественной жизни округа в качестве консультантов-экспертов в некоторых вопросах. Это те люди, которые по определенным причинам не вошли в состав общественной палаты, но они являются потенциальным резервом на ее попадание. И чтобы узаконить их присутствие на заседаниях комиссий, есть данное положение. Структура такова его принятие. Каждый человек, который имеет желание вступить в общественную палату, в статус консультата эксперта, пишет заявление на имя председателя. Затем положение согласовывается с председателем комиссии. После принимается решение, какой статус займет консультант-эксперт в общественной палате округа. Также на совещании основным пунктом повестки стала доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями. В каждом объекте должен быть паспорт доступности, в каждом объекте сотрудники должны быть проинструктированы на предмет общения с инвалидами и маломобильными группами, на предмет их сопровождения по этому объекту. Ну и, собственно, для разных категорий они должны быть в определенном ключе адаптированы. То есть не только для колясочников. Дмитриенко отметила, что объекты не нужно полностью переоборудовать, а скорее доадаптировать до определенных категорий граждан. Например, пятиэтажные дома не для всех инвалидов можно усовершенствовать. Инвалидов много. Были выбраны определенные категории с определенными привязками. То есть, если, например, инвалид проживает в пятиэтажке, то мы для этого пилотного проекта брали только слабовидящих. То есть вот пятиэтажки для слабовидящих можно адаптировать, остальных нет. Дмитриенко уточнила, что 364 подъезда – это далеко не все дома, где проживают инвалиды. За один год адаптировать все здания, к сожалению, не удастся. Но в следующем году власти, коммунальщики и участники общественной палаты продолжат мониторинг домов на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп граждан. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий проинспектировал технику Люберецкого дорожно-эксплуатационного предприятия. Глава округа проверил спецоборудование, предназначенное для содержания и уборки окруженных магистралей. Также Ружицкий лично пообщался с рабочими бригадами. Во время рабочей встречи глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий обсудил некоторые вопросы по дорогам совместно с представителями МОЗ «Автодора» и Люберецким ТЭП. Это предприятие находится всегда в поле зрения и сегодня есть коллектив и профессионалы, потому что Люберец это и ближняя Подмосковья, и широкая сеть дорог, но даже не столько дороги главных, это очень важно, поток транспорта, он сегодня превышает пропускную способность этих дорог. Поэтому транспортная нагрузка на дороги сегодня огромная. Ружицкий уточнил, власти и дорожники ставят перед собой первостепенную задачу – содержать все дороги городского округа Люберца в порядке и максимально приблизиться к столичным стандартам качества. Сегодня Москва – столица, где дороги ухоженные, территория ухоженная, где все в развитии. Мы просто не имеем права стоять на месте, мы просто обречены. Хотите бежать, хотите соответствовать тому, что есть в Москве. Глава отметил, что в последний летний месяц идет совершающий капитальный ремонт дорог, после чего начнется подготовка к зимнему сезону, перед которым власти и коммунальные службы планируют закупить песчано-соляные смеси и всевозможные реагенты для дорожного полотна. Мы содержим городской округ и дороги Автодора. Это Автодор где-то примерно от 113 километров, города – 78. А сколько единиц техники? На сегодня, на сегодня, после объединения у нас получается порядка 95 единиц техники. Людей? Людей – 240 человек. По словам Чувашова, техника, используемая на дорогах, в основном снегоуборочная, поливочная, также есть трактора и щетки. В содержание входит полностью ямочный ремонт, текущий ремонт дорог, дорожного покрытия, окос, тротуары, промывка. Чувашов добавил, что все договоры касательно зимнего сезона уже подписаны с подрядчиками. Аукционы «Адыкранный штат» рабочих увеличился и к зиме коммунальные службы готовы. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день в городском округе отремонтировали свыше 742 подъездов, а это почти 60% от общего объема. Накануне представители администрации провели приемку работ в одном из многоквартирных домов города. Жильцы дома на Пионерской улице ремонтом своих подъездов довольны полностью, хвалят и работу местной управляющей компании. Я могу сказать, что ремонт работы произведен на высшем уровне, все очень качественно, с большими нашими пожеланиями и нашим удовлетворением. Всего на Пионерской улице отремонтировано два дома. Второе дыхание здесь открылось у восьми подъездов. Покраска стен, замена осветительных приборов, плитки входной группы и тамбурных дверей. Все эти работы выполнила местная управляющая компания в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд». За ходом ремонта пристально следят представители Люберецкой администрации. В данный момент мы прошли пять адресов. Жители на некоторых адресах положительно отнеслись и поддерживают ту идею, которая была по ремонту подъездов, носят свои коррективы и в дальнейшем самый важный вопрос следят. В двух подъездах были маленькие недочеты жителей, управляющую компанию устранят до конца недели. Во время приемки работ по ремонту подъездов одна из местных жительниц пожаловалась на слишком большую тень, которую создают клены перед ее домом. По словам женщины, это мешает ей выращивать под окнами растения. А что хотите посадить? Хочу, может, розы выращивать. А как я их выращу? Когда у меня темнота? Темнота, не расти не буду. Давайте попробуем вместе посадим. Ну, ради бога, только убирай, чтобы... Давайте договоримся. Светло было в квартире. Я понял. Давайте договоримся, когда мы с вами посадим. Я приеду к вам с розами. И мы с вами посадим. Вот выезжайте в любой день. Ваши окна будут... До пяти вечера я абсолютно свободна. Ну, давайте договоримся сразу. Когда? У нас в следующей неделе готовы? Готовы. Всего в рамках программы «Мой подъезд» к концу года планируется отремонтировать 1298 подъездов. Это четвертая часть всех подъездов, расположенных на территории округа. На реализацию проекта выделяется более 280 миллионов рублей. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Глава городского округа Люберца Владимир Ржицкий проверил, как продвигается капитальный дорожный ремонт. Всего к началу сентября в округе планируется завершить реконструкцию 21 дороги. Завершается капитальный дорожный ремонт в городском округе. В самих же Люберцах властям и дорожникам предстоит закончить реконструкцию еще девяти магистралей. Я надеюсь, что вот эти девять дорог Люберцах мы где-то в 20-х числах сентября должны завершить. То есть ставлю задачу, чтобы мы идти в зиму, не было явно дорогах. Дороги были отремонтированы. Вот на влас, вот сейчас вы заметили, мы меняем пардюры. Средства для капитального ремонта дорожного полотна в округе были выделены как из оплосного бюджета Московской области, так и из муниципального. Срок службы дороги, по крайней мере, должен быть не менее пяти лет. Пять-семь лет. Гарантийный ремонт, подрядчик, который выполняет, он обязан гарантию соблюдать в течение трех лет. Это такие, такой порядок, такие правила. Мы такие соглашения подписываем, поэтому, по крайней мере, я надеюсь, что уж точно три года дорога прослужит без всякого ремонта. По словам Ружицкого, ремонт дорог ведут проверенные подрядчики, которые были выбраны на аукционе. На сегодняшний день в округе уже отремонтировано 13 дорог. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В Краскове завершается ямочный ремонт дорог. Всего в городском поселении планируется отремонтировать порядка 200 ям общей площадью около тысячи квадратных метров. До 10 августа власти и дорожные службы Краскова завершат работы по ямочному ремонту. На данный момент происходит ямочный ремонт дорожного полотна в поселке Матюково-Кореневский форт. Происходит это за счет средств бюджета городского поселения Краскова. На данный момент идут уже завершающие работы. Но окончательные работы будут, конечно, произведены до 10 августа этого года. По словам Лаврова, материал, используемый для заделки ям качественной глубиной 5 сантиметров. Все дорожные работы выполняются по специальной технологии. Заделано около 180 ям. Ну, 20-30 ям осталось в наличии. Всего на ямочный ремонт дорог в текущем году из бюджета городского поселения Краскова было выделено порядка 2 миллионов рублей. Все хорошо. То, что делают ямы, значит, это значит, нас заметили. А первый раз так делали? Первый раз, да. Первый раз. Мы уже живем год, год живем, и никто ничего не делал. Только сейчас вот я заметила это все. Достаточно долго, сколько я живу, были плохие дороги. И сейчас последние дня два мы гуляли, смотрим, поотрезали асфальт. И сейчас выхожу, делаю. На самом деле радостно, потому что плохие дороги были очень. Также местные жители написали на портал Добродел, чтобы помимо ям, власти и дорожные службы реконструировали близлежащий тротуар для удобства пешеходов. Напомним, окончательно в городском поселении Красково ямочный ремонт завершится в конце недели. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Новое здание Дворца детского творчества готовится к открытию. Событие запланировано на начало осени. На минувшей неделе Владимир Ружицкий лично проинспектировал ход ремонтных работ на этом объекте. 700 квадратных метров, половина из которых уже готова. Это четвертое по счету в Люберцах отделение Дворца детского и юношеского творчества. В новое помещение переедет театральный кружок, который до этого работал в центральном здании на Кирово. И хоровая студия. Ее воспитанники занимались в стенах двух гимназий. Уже сформировано расписание занятий. В общей сложности мы планируем 300 человек. Но, естественно, как вы понимаете, в первой половине дня все детки у нас находятся на учебных занятиях в школе. А занятия начинаются где-то, если пораньше, освобождаются с 14, а так в основном с 15 часов и до 20 часов. Ограниченность вот этого времени. Но каждый день здесь будут проходить учебные занятия. Новое помещение Дворцу детского творчества выделили на четвертом этаже бизнес-центра на Комсомольской. До конца этого месяца в отремонтированное помещение завезут всю необходимую мебель и музыкальные инструменты. Увеличить количество мест для дополнительного образования было необходимо, говорит Владимир Ужицкий. Ежегодно количество желающих заниматься искусством растет. Мы заинтересованы, чтобы наши дети, я такие слова употребляю, не болтались после уроков где-то на улице. Поэтому хочет человек заниматься шахматами, либо петь, либо, возможно, постичь какие-то азы в профессии, скажем, скульптора. Почему бы этому не научить? Сольфеджио, музыкальная литература, фортепьяно. Для всего этого уже готовы помещения. А что же будет там, где пока только голые стены? Планируется, что в этих кабинетах детей займут шахматами, декоративно-прикладным творчеством и изобразительным искусством. Анна Троян, Медий Родзянко, телеканал ЛРТ. Икзочика рядом. В Октябрьском работает крестьянско-фермерское хозяйство, которое насчитывает несколько десятков разновидностей птиц. Для обитателей там созданы все необходимые условия. Как живется в Подмосковье уникальным представителем фауны, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Семье ведущих не привыкать вставать вместе с петухами. Всем составом вот уже в течение семи лет они занимаются разведением животных. Сейчас их крестьянско-фермерское хозяйство насчитывает 20 голов мелкого рогатого скота и почти полторы тысячи различных птиц, большая часть из которых – перепелки. Доход приносит все птицы, она и яйца, и мясо. Мясо очень востребовано. К нам приезжают оптом, берут для своего производства и овечки тоже покупают. У нас вообще-то вся птица идет на продажу. Мы торгуем все птицы. Мы ее продаем, например, по весне маленьких. Очень покупают дачники и для мяса, и для яиц. Но в основном покупают оптовики. В крестьянско-фермерском хозяйстве Октябрьского пернатых выращивают не только на продажу. Очень часто сюда приходят, как в зоопарк. Чтобы посмотреть декоративных птиц, посетители приезжают со всего Подмосковья. Страусы, цесарки, павлины и всевозможные породы куриц. Только фазанов здесь насчитывается семь видов. Три вида павлинов. Это павлин белый, павлин обыкновенный или индийский и павлин орликина. Два вида страусов. Это черно-африканские страусы, страусы ему. Для детей, конечно, это интересно. Красивые птицы. Тем более, что мы не ограничиваем во времени проведения экскурсии. Отвечаем до последнего вопроса. Для посетителей я главный экспонат. Пожалуй, так о себе здесь смог бы сказать каждый страус. Экзотическая птица всегда привлекает особое внимание посетителей. Ведь она самая крупная и быстрая в мире. Пока их тут немного. Всего 10 особей. У страусов, как и у людей, принято жить с семьями. На ферме для этого создаются все необходимые условия. К примеру, эти черно-африканские вместе уже 5 лет. Они неприхотливы к климату, поэтому даже в Подмосковье дают хорошее потомство. Владимир Ружицкий остался доволен деятельностью люберецких фермеров. Глава подчеркнул, что развитие подобных хозяйств весьма важно для муниципалитета в целом. Содержать подобное не просто. Этот бизнес, он не простой, он даже тяжелый. Есть много всяких условий. Но тем не менее, люди его освоили, занимаются, занимаются с любовью. Поэтому таким людям сказать спасибо и максимально способствовать и помогать. Октябрьские предприниматели и дальше планируют расширять свое производство. На прощание Владимир Ружицкий пожелал хозяевам успехов и новых путей развития. А также заверил, что власти сделают все возможное для поддержки такого бизнеса. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Сквер на северной стороне Люберец облюбовали социальные элементы. Жители близлежащих домов постоянно жалуются на шум, грязь и неприятный запах. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы выяснить ситуацию. Что из этого получилось, смотрите далее. Мы с детьми гуляем, нам негде посидеть, негде с детьми гулять. Тут все воняет бутылками, но не буду еще больше говорить. Но невозможно в этом. Очень их любим и уважаем. Доблестная полиция, наконец бы, занялась бы ими, чтобы их отсюда убрали. Они здесь уже, по-моему, веками сидят. Уже, по-моему, их поколение выросло. Выросло и поколение тех люберчан, кому эта ситуация порядком надоела. Уже много лет пьяницы устраивают посиделки в сквере у вертолета. Скульптура воинам-интернационалистам. Место, где, казалось бы, нужно отдавать дань памяти. Однако местные любители выпить пока оставляют здесь свое здоровье и подают дурной пример молодежи. Так на улице просто позорятся. А они вас не обижают? Нет. Ну, нет. Ну, какой пример они вам подают, правильно? Да. Например, маленькие дети ходят, смотрят на них. Это как-то на них может повлиять. Правоохранители бездействуют. Наталья Ефимова уже устала звонить в Ухтомский отдел полиции. Пока пьяницы днями и ночами устраивают возле ее дома банкеты, она не опускает руки и хочет добиться справедливости. Тут мусор всегда. Лежат, отдыхают. День и ночь. Утром они похмеляются, вечером они снова, значит, пьют. У них тут место отдыха. Жизнь их здесь проходит зимой и летом. Я хочу, чтобы каждый день тут патруль был, чтобы для начала, чтобы они гоняли, чтобы запретили, чтобы каждый день их арестовывали, выбирали. Я не знаю, что. Как в других местах порядки наводят? Почему в других местах чисто и красиво, а у нас бомжатник? Однако ежедневно пресекать нарушения общественного порядка сотрудники полиции, видимо, не могут. Да и есть ли от этого толк? Максимум, что сделают правоохранители, это выпишут протокол за административное правонарушение. Конечно, если вообще приедут. Вместе с Натальей Федоровной вызываем сотрудников правоохранительных органов. На улице воинов-интернационалистов распивают около вертолета и дебоширят пьяные люди. Много людей. Как купить алкогольный запиток? Да, спасибо большое. А тем временем заседание люберчан под мухой, которых даже не смущала камера, продолжается. Некоторые уже готовенькие укладываются спать. Спустя 40 минут мы снова звоним. 112, никого нет. По словам местных жителей, постоянному беспределу вертолета способствуют магазины неподалеку. Люберчане нам рассказали, что иногда тут происходят даже крупные драки и поножовщины. И как же теперь быть простым горожаном? Бороться с этим можно и даже нужно, говорит член общественного совета при МВД Максим Корфидов. Заниматься тем, чтобы непрерывно стоять над душой и выписывать протоколы через каждые 15 минут, ну просто физически некому. Потому что этим людям нужно выезжать на все вызовы. Самый эффективный способ это, во-первых, обратиться в общественную палату городского округа Люберцы, для того, чтобы этот вопрос как-то поднять на щит. Этот вопрос можно решить только комплексно. Специальная комиссия общественной палаты рассмотрит все возможные пути, одним из которых может стать развитие народной дружины, которая в большинстве своем занимается такими правонарушениями. Главное не бездействовать и не молчать об этой проблеме. Уж близился рассвет, а их все нет и нет. В течение часа сотрудники полиции так и не приехали, а тем временем те, кто распевали, дебоширили и веселились, разошлись по домам. Выводы остается делать каждому. Анна Троян, Никита Скраган и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Совместная работа. Сотрудники Государственного пожарного надзора и Госадмотехнадзора провели рейд на дачных и коттеджных участках, расположенных вблизи лесного массива. Инспекторы в очередной раз напомнили жителям о правилах пожарной безопасности, а также проверили территорию, прилегающую к частному сектору, на предмет чистоты. Здравствуйте. Можно вас на секундочку? Здравствуйте. Моя фамилия Зубков, Сергей Александрович, меня зовут. Пожарная инспекция. У нас совместно с Государственным административно-техническим надзором профилактический рейд проводится. Таких гостей встречали жители посёлка Коренёво. Частные дома здесь расположены вблизи от лесопарковой зоны. В летний период это наиболее уязвимые к пожарам объекты. Для того, чтобы предотвратить беду, инспекторы надзорной деятельности проводят с населением профилактическую беседу, а в качестве напоминания о требованиях пожарной безопасности оставляют агитационные листовки. Прочтите, передайте близким знакомым. Есть у вас какие-то вопросы? Нет вопросов. У нас по пожарной безопасности вроде всё в порядке. Щиты имеются, колодцы имеются с кранами. Слова женщины подтвердились. Действительно, соблюдение требований пожарной безопасности на этой территории не вызвало у инспекторов Госпошнадзора никаких замечаний. Видно, что принимаются и дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности. Об этом говорят и расположенные пожарные щиты, которые находятся в надлежащем состоянии. Первичные средства пожаротушения, которые в том числе находятся и в помещении охраны. Сотрудники Госпошнадзора, в свою очередь, осматривали коттеджный посёлок на предмет покоса травы, что также является обязательным условием противопожарной безопасности. По этой части у инспекторов нареканий нет. А вот при осмотре территории, приликающей к частному сектору, были выявлены нарушения. В случае, если свалка, как вот в данном месте, находится в лесном массиве, мы внесём этот факт, заактируем, внесём в реестр свалок и в рамках компетенции ГКУ Мособллес направим по подведомственности для принятия решений инспекторским составом Мособллес. Такие межведомственные рейды проходят на территории городского округа периодически. В них принимают участие и сотрудники полиции. Как отмечают государственные инспекторы, профилактическая работа проводится как по будням, так и по выходным. Особое внимание уделяется местам массового пребывания людей. Луизия Егезарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы проходит профилактическая операция «Автобус». Инспекторы ДПС проверяют техническое состояние общественного транспорта, а также обращают внимание на соблюдение правил перевозок пассажиров. Какие нарушения допускают водители маршрутных такси и какое за это предусмотрено наказание, знает наш корреспондент. Первое, на что обращают внимание сотрудники БДД – внешние световые приборы общественного транспорта. Они должны находиться в исправном состоянии. Затем инспектор требует документы водителя, путевой лист, техосмотр, водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. После этого проверяются условия перевозки пассажиров, наличие двух огнетушителей, медицинской аптечки и знак аварийной остановки. За отсутствие этих предметов предусмотрена административная ответственность. Штраф по статье 12.5.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений предусматривает штраф в размере 500 рублей. Штраф 500 рублей, наложенный на водителя, может быть оплачен в течение 20 дней с 50% скидкой, то есть 250 рублей. Проблем с наличием огнетушителей и аптечки ни у кого не оказалось. А вот по поводу технического состояния световых приборов у инспекторов есть замечания. К примеру, у этого микроавтобуса не горит ближний свет фар. За эксплуатацию транспортного средства при наличии неисправностей на водителя составили административный протокол. Также сотрудник госавтоинспекции замерил суммарный люфт в рулевом управлении. Он составил 6,5 градусов. У категории данных транспортных средств, категория D, люфт не должен превышать 20 градусов. То есть там всё было в пределах нормы, поэтому за данные нарушения водитель не привлекался. Операция автобус проходит на территории городского округа с 3 августа. Продлится профилактическое мероприятие до 17 числа включительно. Основная цель проводимых рейдов – снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте. Соблюдать правила дорожного движения нужно и на придомовой территории. Сотрудники ГИБДД совместно с молодой гвардией провели акцию «Безопасный двор» в Томилине. Они раздали детям светоотражающие наклейки и рассказали, как правильно вести себя на проезжей части. На какой цвет нужно переходить дорогу? На зелёную. Молодец. А на красную что нужно делать? Стоять. Молодец. Маленькому Глебу всего 4 года, однако он уже знает, что дорога – это потенциальная опасность. С детской площадки без взрослых не выходит. Всему этому малыша научили его родители. Я считаю, что это очень важно в более современном мире. Что вы ему рассказываете? Как вы ему это преподносите, что он вас принял? Ну, как правило, это в игровой форме. Мы с мамой купили книжку, мы обязательно читаем. Ну и на собственном примере всегда переходим дорогу через пешеходный переход, соблюдаем правила дорожного движения. И ведь действительно так важно учить детей правилам дорожного движения, начиная с самого раннего возраста. Во избежание несчастных случаев организаторы акции рассказали ребятам, как они должны вести себя во дворе. Вручили им светоотражающие фликеры, памятки велосипедистам и листовки с ПДД. И, как оказалось, тамилинская молодёжь всё это знает и, что самое важное, соблюдает. В школе учили. Да, в школе пригодилась, на конкурсы отправляли. Надо было учить. Мне родители ещё рассказывали, передачи смотрела. Почему это так важно их знать? Чтобы не попасть в аварию. Чтобы не попасть в аварию, под машину, чтобы не получить травмы. Потому что сейчас основное у нас на дорогах машины ездят, и как бы их очень много, нужно знать правила дорожного движения. Необходимо знать правила, конечно, и взрослым участникам дорожного движения. Только в этом году на дорогах дворов пострадали три ребёнка. Почти всегда причина ДТП становилась невнимательность родителей. Мы беседуем с ними, раздаём им листовки, памятки, в которых непосредственно указано, как необходимо научить ребёнка вести себя во дворовой территории, на что необходимо обращать внимание. Ну и, естественно, как необходимо родителям самим вести себя в такой ситуации. Однако страшнее всего, когда сами водители лихачат во дворе, как на магистрали. Не задумываясь, что под колёса может попасть ребёнок, которого сложно заметить в зеркала, представители местного отделения молодой гвардии «Единой России» также развесили напоминалки на машины. Ну, естественно, дворовые территории тоже зависят от администрации. Должны быть и оформлены, и оборудованы правильно, чтобы были и лежачие полицейские, чтобы машины не гоняли. Должны быть установлены знаки и другое оборудование для безопасности дворовых территорий. Акция «Безопасный двор» входит в проект «Безопасные дороги» от Люберецкого отделения партии «Единая Россия». Сотрудники ГИБДД, члены комиссии ПДН и представители молодой гвардии продолжат профилактическую работу и в других дворах Люберецкого округа. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Беда чужой не бывает. Активисты молодой гвардии оказывают помощь матери-одиночке, у которой недавно сгорела квартира. Представители общественной организации готовят повреждённое огнём помещение к восстановлению и ремонту. К молодым людям активно подключаются неравнодушные жители города. 23-летняя Мария одна воспитывает сына. Жильё молодой девушке подарило государство, так как она выросла в детском доме. Сейчас от однокомнатной квартиры остались лишь стены. По комнате разбросаны сгоревшие детские игрушки. Мебель вся в копоте и пепле. И практически не подлежит восстановлению. В 16-й числа произошёл пожар. Находилась в квартире я с ребёнком, мы с подругой. Как пожар произошёл, я не знаю. Но, скорее всего, из провода. Там с вами как-то чуть-чуть зарелось. Но я запах почувствовала. И сразу потом взяла ребёнка на руки и убежала. Неравнодушные люди не оставили девушку одной в беде. Сейчас Мария проживает у соседей. Однако практически весь день она проводит в своей квартире. Выносит оттуда всё содержимое. Справиться одной в такой ситуации, конечно, невозможно. Посильную помощь оказывают активисты молодой квартии. Мы хотим сначала стены очистить от гаря. Потом помочь приклеить обои, поменять провод. Помогать человеку в трудных ситуациях – это самое главное. Можно что угодно делать, но вот это надо было обязательно сделать. То есть, только я узнал, я сразу даже не задумываясь сказал, что я приду, помогу и не один раз. Один из молодогвардейцев – Багир Зейналов, сосед Марии. Парень был очевидцем пожара. Не теряя времени, он созвал своих товарищей, чтобы помочь девушке. Не остались в стороне и просто неравнодушные люди. В тот день, когда случился пожар, стояло много людей на улице. Они это всё снимали на видеокамеру. Соответственно, начали выкладывать в социальные сети. В этот же день десятки людей стали предлагать свою помощь. Мать Багира Елена Зейналова в свою очередь инициировала сбор денег для Марии. Женщина с радостью сообщает – соседи охотно помогают всем, чем могут. В социальные сети написали заявление о том, что произошёл несчастный случай. Дедомовская девочка. Люди очень много откликнулись, очень много предлагают помощи и по строительным материалам, и вещами помогают. Для того, чтобы привести квартиру в порядок, потребуются месяцы. После того, как волонтёры освободят помещение от мусора, здесь начнутся ремонтные работы. Мария уверена, с такими помощниками и добрыми соседями удастся преодолеть все трудности. Слава Богу, что есть такие хорошие люди. И то, что их на самом деле очень много, как казалось бы. Луиза Игязырян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. С ветерком по Люберцам. В Наташинском парке открылся первый в городе официальный велопрокат. Там каждый желающий может взять в аренду любую из представленных видов транспорта и кататься хоть каждый день. Железных коней на прочность проверяла наш корреспондент Анна Троян. Тут я дышу свежим воздухом, тут я езжу, мне нравится. В восторгу маленького Саши в этот день не было предела. Еще бы, погонять на велосипеде по Люберцам стало гораздо проще. Ведь не каждый хочет доставать из своего чулана запылившегося железного коня. Тем более, не у всех есть навороченные скоростные. В помощь желающим новый велопрокат с символичным названием «Доброе утро». Это привлечет жителей, потому что все-таки это интересно. Люди хотят заниматься спортом, кататься на велосипедах. Но каждый имеет возможность прийти в парк и, соответственно, прокатиться, попробовать и получить удовольствие от занятий спортом. В день открытия практически каждый желающий мог бесплатно почувствовать на себе все преимущества любого велосипеда. К тому же выбор в прокате многообразен. От детских четырехколесных до больших и мощных для взрослых. Это замечательная идея, потому что наши дети очень много времени проводят в компьютерах. Оторвать их невозможно. А эта идея, в общем-то, довольно-таки хорошая. Детей это завораживает. Уже сейчас смело можно сказать, что велобайк с большими толстыми колесами – безусловно, фаворит у люберчан. Он более устойчив и может проехать там, где обычному железному коню не под силу. Купить такой крутой байк-велосипед может себе позволить далеко не каждый. Зато взять в аренду – это удобно и доступно. От Наташинских прудов и вперед покорять горизонты. Главное – потом вернуть целости и сохранности. А еще в прокате имеются самокаты. А тем, кому и этого мало, могут взять в аренду электронные гироскутеры и двойные велосипеды. Есть двухместные – это веломобили. То есть это как бы и велосипед, но там сидишь по-другому и крутишь педали, как бы тормоз такой необычный, как бы, ну, ручник. То есть детям это нравится, тоже необычно так. Появлению такой полезной точки в самом спортивном городе Подмосковье поспособствовали местные предприниматели. Власти и администрация парка с радостью выделили место активистам и позволили люберчанам наслаждаться своим досугом на полную катушку. Кроме того, организаторы спортивного клуба предоставили возможность семьям из благотворительного фонда «Доброе сердце» брать велосипеды бесплатно. У нас, во-первых, это дети-инвалиды. Инвалиды первой, второй, третьей группы в нашей организации и многодетные семьи. Такие люди, которые, да, малообеспеченные. То, что нам предоставлена бесплатная возможность, я считаю это замечательно. Арендовать велосипед можно в любой день с 10 утра до 9 вечера. В залог нужно будет оставить документ. Уже скоро в Добромодре расширится ассортимент. Еще появятся и ролики. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Прием заявок на соискание премии губернатора нашей Подмосковья завершен. Всего в этом году в ней участвуют 19 409 проектов. Телеканал ЛРТ продолжает рассказывать о наиболее интересных из них. На этот раз наша съемочная группа отправилась на необычную экскурсию в мир разума, желаний и самопознания. Следующий сюжет посвящен уникальному и единственному в своем роде пространству Люберецкому музею психологии. Вся жизнь игра, в ней женщины, мужчины, все актеры. Здесь у нас гардероб личности. У каждого из нас есть некий такой, ну образно, гардероб масок, который мы в своей жизни достаточно часто в течение дня применяем. Идея визуализировать таким образом многогранность личности пришла к Ольге Хлебодаровой, создателю и вдохновителю Люберецкого музея психологии, неожиданно. Дело в том, что она является не только председателем ассоциации психологов, но и практикующим врачом. И каждая маска здесь сделана руками ее клиентов и несет в себе особый смысл. Вообще в этой комнате каждая инсталляция с глубоким замыслом. У нас есть здесь очки, которые символизируют восприятие человека, восприятие мира, восприятие людей, также восприятие самого себя. У нас здесь есть розовые очки, которые, как правило, бьются стеклами внутрь. Помимо информативно-изобразительных объектов в музее психологии есть и интерактивные. Это дерево желания. Апельсины на нем, как плоды наших мыслей. Ну, а бабочки в психологии – символ души человека. Считается, что если прошептать вот в это большое ухо свое самое сокровенное желание, оно обязательно исполнится. Ну что, проверим? Происходит так, потому что озвученная мысль обладает сильной энергетикой и подталкивает нас к визуализации своего желания. Получается некий портрет мечты, которая впоследствии становится реальностью. На таких простых примерах Ольга Хлебодарова объясняет основы психологии всем, кому это интересно. Однако первоначально музей задумывался как проект для детей. Очень хотелось создать такое пространство, прежде всего для детей, чтобы простым языком им рассказать про такую великую науку. Музей организован таким образом, что можно по часовой экскурсии проводить, экскурсию по часовой стрелке проводить, можно против часовой стрелки проводить экскурсию, можно в хаотичном порядке, и от этого концепция не меняется. Музей психологии будет интересна и профессионалам, и тем, кто не имеет к этой науке никакого отношения. Например, вот эта инсталляция просто поражает. Оказывается, глаз – это видимая часть нашего мозга, которую, шутит Ольга Хлебодарова, можно потрогать. А вот эта часть музея посвящена уникальному и, как его еще называют, универсальному человеку – художнику, ученому, изобретателю, писателю Леонардо да Винчи. В общем, в небольшом помещении площадью в 15 квадратных метров собрано столько интересных объектов, что говорить о них можно бесконечно. Неудивительно, что уникальный проект участвует в премии «Наш Подмосковье». Чтобы узнали, что есть такой музей, такого музея нет нигде в мире. Есть по направлениям, по авторам в психологии музея, музея психологии нет. Увидеть пространство своими глазами и послушать лекции о психологии можно каждый день. Нужно только заранее записаться на экскурсию. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Томилинском центре культуры и семейного досуга состоялась фотовыставка, посвященная военно-морскому флоту и защитникам Отечества. Также для гостей мероприятия был показан фильм о российском флоте. Образ воина-моряка испокон веков пленил сердца девушек. Благодаря романтическим ассоциациям, которые связаны с морской стихией, и представлениям о долгой разлуке при затяжной службе, воин-мор поистине считается профессией для настоящих мужчин. Для нас это основа безопасности России. Для нас это, ну можно сказать, все. Для нас это для кого? Для первого поколения, то есть наших отцов, дедов-отцов, второе поколение нас, послевоенное, третье наши дети и даже четвертые наши внуки. Тот, кто несет службу в морских пучинах, в литературе обычно наделяется такими чертами характера, как мужество, стойкость, и даже отличается неким пренебрежением к сухопутной, простой жизни. И все они, просто у них все были, как мне казалось, у всех синие такие глаза, голубые глаза. Казалось бы, потом я вглядываю, совершенно другого цвета глаза. Но, казалось бы, это были настоящие русские герои. На выставке были сопроводных фотографий разных лет, с разных событий по всей стране и за ее пределами. За каждым изображением стояла история. История отваги, чести и достоинства. Один из них из Днепровско-Волжской флотилии, который с 43-го года прошел в Белоруссии, освобождали Калининград, ну тогда еще Кенисберг был, и Берлин. Оставил свое фоксимелье на стенах Рейхстага. Как признаются сами ветераны ВМФ, бывших флотийцев не бывает. Пожелаю ветеранам здоровья, прежде всего, успехов. Не оставлять ветеранские свои организации. Председатели или представители просят вас прийти, приходите в любом случае, хоть доползти, но надо. Движение – это наша жизнь. Екатерина Скрижалина, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Люберецкий краеведческий музей наполнился душистым ароматом флоксов. Любители этих ярких и необычных цветов организовали очередную выставку. Чем на этот раз удивили люберчан столичные селекционеры, узнаете в нашем следующем репортаже. «Мираж», «Олимпиада», «Голубые мечты». У этих необыкновенных цветов даже названия красивые. Цвета и формы настолько разнообразны, что, кажется, это абсолютно разные растения. Несмотря на то, что лето в этом году наступило довольно поздно и проливные дожди отразились на внешнем виде многих садовых цветов, флоксы всё-таки выглядят прекрасно. На этой выставке мы представили примерно 75 сортов и сеянцев флокса метельчатого. Это всегда очень привлекательно для посетителей. посмотреть и для себя понять, что им нравится, что новое, что куда подвинулось. Иногда они не представляют о том, какие новинки бывают в селекции флоксов. А новинок в этом году огромное количество. Одна только Вера Борисова привезла 18 авторских сортов. Вот, например, Полина и Анфиса. На улице эти флоксы меняют цвет. Наиболее красиво они, кстати сказать, рано утром. Очень рано, когда только восходит солнце. Но и вечером тоже вот эта вот замечательная синева загадочная проявляется. Уникальна эта выставка тем, что здесь можно не только полюбоваться красотой и насладиться ароматом этих цветов, но и пообщаться с профессиональными садоводами, которые дадут дельные советы по выращиванию флоксов. В Москве не всегда можно таких людей встретить. Вот они дают консультации по посадке, по уходу. Если есть желание, как их можно разводить, как заниматься селекцией самому. То есть это достаточно и как образовательная выставка. В Краеведческом музее выставка флоксов уже стала летней традицией. Пятый год подряд лучшие селекционеры Москвы привозят в Люберце результаты своей работы. Только оценить их можно в течение двух дней. Дольше срезанные цветы стоять не могут. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапочева, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова